Добрый день! Вы на канале «Просто о бизнесе». В любой организации есть дела, которые необходимо выполнять строго в определенный день. Давайте посмотрим, как будет выглядеть программа для планирования и напоминания о таких делах. В первую очередь нужно ясно понимать, с каким именно клиентом или даже заказом связана предстоящая работа. Нужный клиент быстро находится в списке. Затем на специальной вкладке записываем, когда и что именно мы хотим сделать. Например, требуется повторно позвонить потенциальному клиенту, чтобы узнать решение по отправленному ранее коммерческому предложению. Есть возможность планировать свои работы, а также можно давать задания другим сотрудникам. Так происходит взаимодействие между отделами, чтобы вся организация работала в виде единого успешного механизма. Как только мы добавили задания определенному человеку, он сразу же увидит об этом всплывающее уведомление. Такое напоминание о делах позволяет не терять драгоценное время, а сразу же приступить к исполнению. А компания, которая использует подобную программу, отличается высокой производительностью труда. Есть и обратная связь. Как только исполнитель отметит, что работа выполнена, это сразу же увидит тот, кто давал задание. Уведомление о новом задании имеет зеленый значок, а у выполненной работы он серого цвета. Еще один удобный нюанс. Если щелкнуть по уведомлению левой кнопкой мыши, можно автоматически переместиться в нужное место программы. Например, чтобы сразу же указать результат выполненной работы. Видите, можно отмечать и планируемую, и выполненную работу. При таком раскладе на вашем предприятии будет хорошая взаимозаменяемость. Потому что любой сотрудник по заметкам сразу поймет, на чем остановился его коллега при общении с определенным клиентом. В течение дня можно планировать много дел, но ни про одно из них вы не забудете. Потому что программа покажет все задания в виде консолидированного списка. Получается, что помимо всплывающих напоминаний, есть еще и план работ. В нем можно посмотреть планируемую активность как по конкретному сотруднику, так и по организации в целом. Отсюда простым щелчком также можно быстро перейти на задание по любому клиенту. Если задание внутреннее и не связано с каким-то определенным покупателем, тогда оно отмечается на отдельном фиктивном клиенте, которого можно назвать офис. А как вы сейчас планируете работу своих сотрудников? Напишите об этом, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Подпишитесь на наш канал, чтобы из других выпусков узнать, как получают уведомления сотрудники, которые не сидят весь день за компьютером, а бывают в разъездах. Всем высокой производительности и до новых встреч!